Амурка беззаботно гуляет, а волонтер занята другими своими котятами. Котенок Амурка покоритель вершин, деревьев и крыш из домашнего мини-приюта Девятжизни. Робкий, пугливый котик. Знанно сегодня пришлось за ним волонтеру намотать круги, чтобы загнать домой. Зато побегал везде мальчик от души. Хочется поговорить о других детках Влады, но, к сожалению, которые сейчас очень болеют. По кошечке с поражением центральной нервной системы, как мы и предполагаем, свое мнение выразила и другой наш волонтер Ирина Стрижак, у которой сейчас в приюте сразу несколько молодых животных с подобной симптоматикой. Эта болезнь называется гипокальцемия. У меня два таких котика, два брата одной кошки. Один нормальный, а у второго это болезнь. Один ходит, как робот, может упасть, может быстро бежать, потом отсиживаться. Еще из котят, что забрала вместе с кошкой в городе, тоже Коля, такой же больной. У него в детстве очень высокая температура была, тогда выходили. Но вот остался такой шатун, ходит, шатается, хоть и кушает, но худой. Также приступы, может резко вскакивать, бежать, потом отсиживаться, рассказывает Ирина Стрижак. А вообще это ужас, так еще и врачи ничего определить не могут. Нет узкопрофильных. Когда уже со всеми вытекающими, тогда картинка ясна. Температура у кошечки Влада изначально не было. Просто резкая смена поведения и очень плохой аппетит. Амальгаму по совету только начали пробовать. В один день утром покушала с аппетитом. Волонтеру уже с ее больными котиками прописали мелоксивет, катазал, антибиотик. Потом кололи амальгаму. Кстати, ее назначал врач в клинике доктор Ай, Артем Александрович. Но нам он сейчас ларингит ставит за открытого типа. Но все выражается не так по симптоматике. Она глотает пищу нормально. Никаких симптомов подобных нет. На значение не дал. Говорит, вы все и так знаете. Капает Влада 50 кубов физраствора, плюс глюкоза, ранколетин, катазал и цифурус. Также Ирина посоветовала глюканат кальция, который тоже был добавлен в свое время. Если в носительстве была панка, может дальше проявиться. Но дай бог я ошибаюсь. Но страшного ничего нет. Марик мой уже четвертый год так живет. Летом даже на улицу ходит, но под присмотром. Просто иногда бывает агрессия. А так кушает, но не все. Старается обнадежить волонтера коллега. По поводу Кутузкина Кузи. Тут чуть ли не все еще печальнее. Хороший совет дала читательница по поводу лекции. И о том, что Вик никак не лечится. Только залечивать, по сути, сопутствующие болезни, которые будут все время вылазить. Спасибо большое. Сейчас у нас еще и зубы беспокоят. Когда не колю декс, больно ему кушать. Врачей толковых нет у нас. В который раз убеждаюсь, говорит волонтер о Кутузове.